Салют подписчикам канала Atomaseo и случайным зрителям этого видео. Сегодня хочу рассказать вам о прикольном смартфоне с прикольным названием. Это защищенный смартфон, который называется Cubot King Kong 7. Узконаправленный формат смартфонов, конечно, не на массового потребителя, скажем так. Но вот в случае с Cubot и с линейкой King Kong, это уже, как видите, седьмая версия смартфона. О шести предыдущих мало кто слышал, скорее всего. Потому что, повторюсь, телефоны не для широких масс. Кому надо, тот слышал. Это устройство для тех, кто ведет активный образ жизни. Плюс можно использовать такие вот аппараты не как основные, например, а как телефоны для походов, для поездок куда-то, вылазок на рыбалку с оперативом или без. Потому что суть в том, что телефон этот защищен от ударов и падений. Он водонепроницаемый плюс ко всему. И вот в случае, например, с King Kong 7, телефончик этот еще оснащен и относительно неплохим железом и функционалом. Тут и батарея на адекватные 5000 мАч. Это позволяет и нормальную автономность получить, и не превратить телефон в откровенный кирпич. То есть он относительно тонкий, если рассматривать его в конкуренции с другими противоударниками. Камера тут тоже, кстати, неплохая на 64 мегапикселя. И для бюджетного смартфона просто дофигища памяти. Оперативки 8 гигов, встроенный 128. Естественно, на борту установлен актуальный 11-й Android. Причем он тут чистый, что я считаю, несомненно, плюсом. Дисплей хороший у смартфона. И, в общем-то, вот такой вот современный, брутальный мужской дизайн. Вообще, вот в среде противоударных аппаратов все смартфоны выглядят не совсем по-граждански. И их внешний вид как раз и охарактеризовывает степень направленности. То есть это чисто мужские смартфоны. Несомненно, конечно, и женщина может купить себе такой телефон. Но это уже будет скорее исключением из правил. И говоря о внешке, King Kong 7 мне она нравится. Тут нету каких-то ярких вставок, лишних каких-то надписей, которые как-то, на мой взгляд, удешевляли бы смартфон. Кубот King Kong 7 получился строгим, лаконичным и, кстати говоря, относительно компактным. Потому что обычно защищенные смартфоны реально выглядят как кирпичи. Вот вам, например, один из таких кирпичей, на фоне которого King Kong 7 как раз выглядит как детская игрушка. Это смартфон с батареей на 15 тысяч миллиампер час весом полкило. Я скоро на него обзорчик сделаю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, если не подписаны. И напомню, ребят, что для всех, кто любит полазить на Алиэкспресс в поисках всяких вот таких вот необычных товаров, я открыл канал в Телеграме, который так и называется. Необычное с Алиэкспресс. Там каждый час публикуются самые интересные находки с ссылкой на покупку. Плюс я постоянно добавляю туда купоны, промокоды, чтобы вы могли еще больше сэкономить при покупках. Ну и видосы с YouTube-канала тоже туда дублирую. Ссылка на канал будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Заходите, всех буду рад видеть. Что касается King Kong 7, в общем-то понятно, что защита смартфона как от падений, так и от воды обеспечивается его корпусом. Тут классически по углам есть такие резиновые наросты, чтобы смягчать удар. Обычно в более дорогие противоударные аппараты добавляют и металлический скелет, из-за которого как раз и получается вот такой вот внешний вид задней крышки. Тут, естественно, никакого металлического скелета нету, просто такие ребра жесткости. И это обычная бутафория, ребят. Но все же металлом смартфон этот не обделили. Боковые грани у телефона металлические. На них есть такой заметный рельеф в нижней части, как раз там, где вы будете держать смартфон. И, в общем-то, благодаря чему телефон в руке лежит отлично, как в литой. Слева тут кнопки громкости с отсеком под две сим-карты. Справа присутствует кнопка питания и отдельный от нее сканер отпечатка пальцев. И ниже, ребят, есть еще одна программируемая кнопка. Самая классная для нее задача, это назначить на нее спуск затвора камеры. Потому что в этом случае кнопка прям под пальцем расположена, друзья. Внизу есть разъем Type-C. И обратите внимание, что слот для сим-карт, что разъем питания находится под заглушками. На таких вот смартфонах, ребят, которые с защищенным корпусом, обычно была проблема в том, что разъем питания был утоплен внутрь корпуса. И не все зарядки подходили. Тут же, ребят, нормальное расстояние. И вот нестандартный зарядный блок, не из комплекта, сюда нормально встает. То есть в этом плане все четко. Проблем никаких не будет. Если будете использовать неоригинальную зарядку. Вот эти вот заглушки всякие, они нужны для защиты корпуса от воды. Тут полноценная защита по стандарту IP68. То есть этот телефончик можно погружать под воду. Ему ничего не будет. На рыбалке его в воду или в снег уроните. Телефону пофигу. Он будет дальше работать. В этом, собственно, его главный козырь. Но есть один момент. Смартфон у нас противоударный. Но основную его фронтальную часть занимает дисплей. Если смотреть сбоку, то смотрите, стекло дисплея находится вровень с корпусом. То есть стекло в телефоне, в любом вообще, является самой хрупкой вещью. И почему в противоударном смартфоне производитель не озадачился вопросом защиты стекла, мне лично непонятно. Его нужно было утопить внутрь корпуса. И вот эти вот наросты по углам сделать выпирающими над дисплеем. Но тем не менее, стекло это плоское полностью. То есть какое-то защитное стеклышко. Если вы покупаете смартфон по назначению сюда, нужно будет наклеить прям сразу. Я ссылки на защитные стекла для этого смартфона оставлю в описании под видео, чтобы вы не искали. Плюс сейчас распродажа вот-вот начнется. Поэтому я нашел, где на Алиэкспресс раздобыть кучу купонов. Там тоже ссылка в описании и в телеграм-канале. Необычный с Алиэкспресс будет. Лицевую часть смартфона Cubot King Kong 7 занимает 6,36 дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+. Камера тут, смотрите, расположена в самом удачном, на мой взгляд, месте. Она тут, кстати, на 32 мегапикселя. И что мне понравилось, ребят, тут вверху, в рамке дисплея, скрывается световой индикатор пропущенных событий. Он синего цвета. Динамик слуховой тут аккуратный, маленький, грязью забиваться он не должен. Рамки экрана из-за корпуса смартфона тут чуть толще, чем мы привыкли видеть в 2021 году. Но, тем не менее, рамки не огромные. Смарт выглядит достаточно аккуратно и дешевизный какой-то не отдает. Обратите внимание для сравнения, например, на Poco X3 NFC, который в сравнении с Cubot King Kong 7 кажется даже больше. Касательно экрана, это не самый дешманский IPS, ребят. Качество картинки субъективно хорошее. Под углами, естественно, картинка не искажается, не теряет контраст. И в отличие от предыдущей модели, King Kong 5 Pro, у которого дисплей был с разрешением HD+, у 7 нормальное разрешение 1080 на 2300 с плотностью пикселей 399 ppi. Пикселей тут не разглядеть. Ну и частота обновления картинки 60 Гц. В общем, добротный, простой экранчик, на котором комфортно воспроизводить и принимать информацию. Немаловажным моментом, кстати, при покупке всяких там Cubot'ов и аналогичных ему смартфонов, не самых популярных фирм, я считаю, обратить внимание, на какой версии Android телефон работает. Потому что обновление прошивки сюда прилетает от силы 1-2 раза за весь срок службы, если еще и повезет. И важно, чтобы телефончик работал на актуальной версии Android. В этом плане, ребят, King Kong 7 не подкачал и работает он на 11-й версии Android. И очень порадовало, что смартфон вообще не завален каким-то ненужным софтом, за исключением Google сервисов, естественно. Большинство из этих Google сервисов можно удалить. То есть система из коробки у нас пустая, за это большой плюс. Тут есть, кстати говоря, FM-радио, но смотрите, чтобы оно заработало, нужно подключить наушники. А классического разъема под наушники в телефоне нету. Придется только через переходник подключаться в Type-C, или же использовать вот такие вот не самого лучшего качества комплектные наушники с разъемом Type-C. Звонилка, контакты и смски тут установлены гугловские. Система вообще представляет из себя чистый Android, работает тут все максимально быстро. Тут сложно реально упрекнуть в чем-то этот телефон, потому что вы должны понимать, что вы покупаете и для чего, и за какие деньги. Да, это не топ у нас, не пушка какая-то, но в среде противоударных собратьев, которые все в большей степени являются какими-то франкенштейнами, телефончик этот приятный, работает шустро, потому что здесь и хороший объем оперативной памяти, напомню, 8 гигабайт, и встроенной памяти 128 гигов. А в остальном по железу все куда проще. Давайте зайдем в Аиду и посмотрим на центральный процессор. Тут, как и ожидалось, в принципе, установлен древний процессор Helio P60, построенный аж по 12-нанометровому техпроцессу. У него 8 ядер и максимальная частота работает 1989 МГц. За графику отвечает Mali-G72 MP3. В тесте Antutu такая веселая конфигурация набирает чуть более 200 тысяч баллов, что является классическим результатом бюджетного смартфона, и вряд ли, конечно, кто-то будет покупать такой телефон для игр. Это не его задача абсолютно, но если вдруг, то видеопроцессор, ребят, тут ARM Mali-G72 MP3 с частотой 700 МГц. Он позволит играть в тот же, например, PUBG на средних настройках графики. Если что-то попроще будете запускать, то без проблем можно рассчитывать на стабильную игру без просадок и сильного нагрева корпуса. Что, кстати, касается троттлинг-теста, то во время длительного теста происходит просадка суммарной мощности на 20-25%, а частота ядер опускается до 0,91 Гц. В общем, смарт этот не игровой, чтобы вы понимали, а чисто для работы и для использования в суровых полевых условиях. Чтобы оставаться на связи и чтобы заходить в интернет при необходимости. Ну а также использовать камеру. Она тут неплохая, три модуля используются. Основной из них на 64 Мп, с помощью него можно получить нормальные снимки при определенных условиях. Но опять же стоит понимать, что камера не основной козырь этого смартфона. В настройках нету даже HDR-режима, поэтому фотографировать, во-первых, лучше при хорошем освещении, во-вторых, без фронтального света. И в настройках камеры поставьте разрешение 32 Мп, потому что спецификация МТК Helio P60, по-моему, не поддерживает официально 64 Мп, только 32 Мп. Широкоугольный модуль тут на 16 Мп, с применением гиперфокального расстояния и минимальных бычкообразных искажений по краям кадра. Автофокуса у модуля нету, потому нельзя выбрать зону экспозамера, и при построении кадра учитывается только замер в центральной точке. Снимки на модуль более резкие получаются, но качество сойдет. Макро тут на 5 Мп, тоже без автофокуса, и, честно говоря, модуль беспонтовый. Лучше снимать на основной модуль с зумом, ну или кропить фото вручную. Так вы и качество лучше получите, и фокус-объекты будет. По автономности, ребят, с учетом объема батареи в 5000 мАч и с учетом не самого энергоемкого процессора, мы получаем обычный средний результат работы в 7-8 часов, смотря как вы будете нагружать этот смартфон. В целом он легко выдерживает суточную эксплуатацию, и остаточный процент заряда на следующий день составляет порядка 30-35%. Но что весьма печально, в комплекте идет вот такой вот зарядный блок. Он 5 Вольт 2 Ампера. На коробке, смотрите, этот зарядный блок обзывают быстрым. То есть смарт, судя по вот этой вот спецификации, поддерживает быструю зарядку. Но ни хрена на самом деле он быструю зарядку не поддерживает. Название Fast Charge, можно сказать, условное. Тем не менее, совсем неусловно качество связи, которое обеспечивает этот телефон. Он поддерживает технологию ВОЛТЕ. Навигационные системы в Cubot King Kong 7 представлены большим обилием спутников. То есть это и GPS, и A-GPS, и GLONASS, и Beidou. Проблем с навигацией как в автомобиле, например, так и в полевых условиях не будет. Плюс приятно, что не забыли, кстати говоря, и о модуле NFC. По сути, у нас получается, что Cubot King Kong 7 это такой бюджетный смартфон, который запихнули в брутальный противоударный корпус. Можно, конечно, купить обычный смартфон и противоударный чехол к нему, но качественную защиту от воды чехол вам не предоставит. Поэтому, если вы неприхотливый пользователь, которому нужен условно неубиваемый телефон, чтобы он был не монстроподобным, а относительно компактным, то вот вам как вариант Cubot King Kong 7, который вы можете купить по ссылке в описании, ребят. На сегодня у меня всё, пожалуй. Спасибо вам огромное за внимание. Если хотите, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok